Привет, пилоты! Итак, хочу вам сделать отдельное видео. Много болтовни, много информации, но как раз таки сейчас вы можете получить несколько бонусов, которые уже прямо сейчас, уже в ангаре начислены с сегодняшнего дня, и это уже в игре доступно. Какие лайфхаки, что надо делать, что не надо делать, как можно просрать все ваше время. То есть есть ряд нюансов, которые реально нужно знать. Итак, начнем с самого первого и банального. До 5 декабря игра бесплатная. Да-да, регистрируем аккаунт, в идеале по реферальной ссылке, моя внизу указана, получаете бонусы игровые, и бесплатно качаете игру, и катаетесь на большом количестве кораблей. Кстати говоря, планета называется New Babbage, а Майкротек, а станция называется New Babbage. На старте игры вы это даже выбрать можете, и сразу там быть. Посмотрите мои предыдущие трансляции, где находится выставка. Как раз эти корабли, одни из, по крайней мере хотя бы, что будет на выставке, вам реально потребуется, чтобы выполнить те задания, которые я вам сегодня расскажу, чтобы получить эти бонусы. Потому что на стартовых кораблях это будет прям люто проблематично выполнить. Да и по времени эти вещи тоже ограничены, поэтому увидели видос, втопили, как говорится. Итак, зарегались, аккаунт есть, информация есть. Начинаем. Первый, самый простенький. Начнем с него. Вот такая вот средняя броня, пистолет, автомат и какая-то там белая майка-алкоголичка, которую вы все равно носить не будете. Пять заданий, которые у нас есть, три из которых выполнить можно вот на раз-два. И, ясно дело, ссылку для отслеживания вашего прогресса я внизу в комментариях укажу. Итак, первое задание. Выполнить туториал. Скорее всего, вы его пропустили. Тем более, даже если вы его не пропустили. Новичкам я советую пройти туториал, хоть в управлении игры разберетесь. Для тех игроков, кто уже хоть более-менее разбирается в управлении, забивайте болт на это задание. Далее. Прийти на выставку и в идеале арендовать корабль. Вы подходите к стенду, у вас вылазит всплывающее окно, зажали кнопку, все, корабль арендованный, система поняла, что вы были там. У некоторых людей этот этап сразу зачтенный, хотя они даже не были на выставке. Вот как-то так. Чудеса. Первый этап выполнен. Засекаем. Второй, который мы можем выполнить на раз-два, это боевое задание. F1, Моби Глаз, Контракты, Баунти Хантинг, Трекер Трэйнинг Перми Стертификэйшн. Выполняется суперлегко на любом корабле. Один легенький маленький кораблик убить, делается прям буквально за пару минут, готово. Если вы играете с августа этого месяца и выполняли это задание, оно у вас уже будет автоматически зачтено. Но второе задание из трех выполнено, потратили 10 минут времени. Далее, Хоулин. Также F1, Моби Глаз, Контракты, Хоулин, Opportunity for Independent Cargo Hauler. Из интересного, я выполнял такие задания по Хоулингу, но как с Баунти Хантингом, у меня это задание было. Выполняется суперлегко и просто. От 8 до 12 ящиков вам надо перевести, они постоянно одна из ЦУшные. То есть, в любой корабль это влезет. Если у вас стартовые корабли, они там те же самые 12 ящиков не везут, либо поменяйте сервер и просто поймайте другое задание на поменьше ящиков, либо просто два раза слетайте. Летать прям из точки А в точку Б, прям рядом с вами, делается вот на раз-два, как бы готово. Суперлегко. Все, 3 из 3 выполнено. Броня наша, пушки наши. Готово. Ну и для тех, как бы, я же 4 задания из 5 показал. Пятое задание, самое упоротое. Найти корабль, который может копать руду, прилететь, найти руду, покопать руду, собрать руду, улететь на станцию, продать руду. Вы на вот это, на этот этап потратите просто хериллион количество времени, поэтому опять же забиваем болт. Как бы, что я рассказал выше, 3 из 5 уже готово. Итак, каждый день трекер здесь, на этом сайте, будет обновляться. Вот, смотря по какому времени вы живете. Итак, турист готов, я был на выставке, я пострелял бота, на раз-два делается, и я отвез ящики. Все, 3 из 3 броня у меня. Как бы, суперлегко и просто. Самое интересное, смотри, какая красивая броня, да, прям, уууу, прям вообще, да, согласись. А потом такой, дедыш, а че ты светлые, а че ты светлые, почему ты светлая? Я даже специально в темноту встал, как бы. В игре че-то она не так круто смотрится, как на картинке. Умеют продать картинки, да, ребята, согласитесь? Мы JPEG покупаем, покупаем. Итак, все, первое задание наше выполнено. Как я говорил, делается легко и быстро. И все. Далее. Спасение Стэнтона. Прямо сейчас, до выхода 4.0 на лайв-сервер, который нам обещают к концу этого года. За месяц. Я, жесть, как слабо верю, что он выйдет на лайв 4.0, но разработчики кровь из носу хотят это сделать. Напишите свое мнение, верите вы в это или нет. У меня прям вот очень малая надежда, что это произойдет, по крайней мере, без адового количества багов, чтобы мы просто плевались от игры. Я напомню, игра в альфа-версии, здесь как бы, ну, всякая фигня сплошь да рядом, но то, что сейчас творится на закрытом тесте, прям дыдыш, прям вот вообще трэш какой-то. Вот. Успеют за месяц допилить или нет, это прям лютейший вопрос. Итак, первая тема это спасение Стэнтона. Если мы выполняем до патча 4.0, то мы получаем вот это такие вот здоровые пушки на картинке. А в игре это второй и третий размер пушек. А, ну, они уникальны, они из спайра, как бы прикольно, по две пушки каждого размера мы получаем. А, если что, в варенье можно спокойно 3, 6 и так далее пушек вешать второго-третьего размера, они там не имеют ограничения. Вот. А если мы это успеем выполнить, далее, ну, и вообще, даже если вы это не успеете, но надо успеть. Почему? А, когда мы перейдем в 4.0, когда у нас откроется пайра, откроется следующая цепочка задания, где нас ждет что-то. Да, видимо, тоже будет большой ивент, видимо, в несколько этапов и так далее нас ждет что-то. Была слита информация, опять же, правда, неправда, могут поменять, что в конце нас ждет призом корабль. Один из четырех, который у нас даже будет доступен на нашем аккаунте. Видимо, только без возможности его апгрейдить и так далее, ну, и продавать, ясно дело. Но на аккаунт, как бы, я, если они это сделают, это вау будет, но, как бы, один хрен приятно. Как бы, ну, в любом случае, даже любая, любой бонус приятен, да, согласись. А почему надо было успеть выполнить это задание до выхода 4.0? Если мы выполняем спасение Стэнтона и цепочку заданий в Пайро, мы получим, как бы, третью тему, третий бонус за выполнение обоих заданий, эксклюзивные скины на какие-то там корабли. Если мы выполним только это, пушки. Если мы придем играть только в Пайро, без вот этого, то только что будет в Пайро. Как бы, но если выполним все, будет еще скинчик, как бы. Все равно приятно, да, согласись. Итак, как это сейчас выполняется? Спасение Стэнтона, оно уже в игре доступно, а вот тут есть много нюансов. Вот сейчас готовьтесь, буду много тараторить и много чего рассказывать, показывать. F1, контракты. Здесь, в офферах, вы увидите вот такой вот приорити. Берете этот приорити и начинаете выполнять фаза 1, фаза 2, фаза 3, фаза 4. Ваш прогресс отслеживается в журнале. Save Stanton Mission Status. Вот. И сколько раз надо выполнить это задание? Вот здесь, ребята, внимательно. Буду такие и лайфхаки, и нюансы рассказывать, которые укоротят ваше время. Первую фазу надо выполнить 6 раз. Там есть два развития событий, что вы сами будете выбирать. Выбирайте и выполняйте только одну цепочку, чтобы не тратить время. Потому что выполнили там, к примеру, 4 задания первой цепочки, во второй цепочке вы начнете с первой. И вот пока 6 раз в одной цепочке не сделаете, у вас первая фаза так и будет до сих пор доступна. Есть фаза по защите корабля. Там какой-то непись, какой-то бот просит помощи, на него напали пираты. И надо ему помочь. Сразу говорю, задание на слабых кораблях, особенно на стартовых, я сомневаюсь, что вы сможете выполнить. Тем более без помощи. Потому что это задание только на вас. Не на сервер, не на весь. Только для вас. И там большое количество пиратов. Порядка плюс-минус 15 кораблей. Разных кораблей. От мала до велика. Поэтому на простеньком кораблике вы, скорее всего, поймаете пинков. Реально. Идем на выставку, арендуем какой-то хороший боевой корабль. Лучше всего с кем-то, правда, ребята, выполнять вдвоем, втроем, в пятером. Намного быстрее это все уложитесь, чем на маленьком кораблике и в одного пытаться это сделать. Откровенно говорю, особенно для новичков. Есть нюанс. Вы далеко, а корабль, кого пираты хотят бить, он вот здесь. А если сервер нормальный, они начнут лупить его. И быстро. Летим бегом к этому кораблю. Тогда пираты переключатся на вас. А тут уже начинаем вилять и отстреливаться. И всех убивать. А далее, когда вы подбили корабль вражеский. Там у тебя прям килл, классно, ты его убил, он у тебя из прицела упал, но ты его перевел в мягкую смерть. Маленькая вспышка была, но это мягкая смерть, ты его не убил. Я очень советую взять обратно этот корабль в цель, немножко совсем по нему пострелять, и он взорвется. Почему? Потому что когда ты все корабли убил, и если кто-то из этих кораблей в мягкой смерти висит, бывает такое, что следующая волна не запускается. Убей всех. Убил, классно. Постоял, прилетели еще пять ботов. Ты их убил, иногда уже готово, иногда еще раз прилетят пять ботов, еще раз всех убил. И вот тогда первое задание будет выполнено. И так шесть раз подряд. Толпу ботов перемесить шесть раз подряд. Опять же напомню, в одного геморройно, особенно на маленьком корабле. Честно. Потому что вторая его версия задания, она еще более геморройнее. Ботов примерно тоже. Пятнадцать плюс-минус. Ты пролетел. Красавчик, молодец. Ты их смог перемесить. Не знаю, сколько времени потратил, особенно на маленьком корабле. Но ты их добил. Рядом висит разбитый грузовой корабль, из которого тебе надо увезти ящик. На четыре, на восемь, либо на шестнадцать СЦУ. То есть тебе надо мультитул с собой таскать. Тебе нужен грузовой корабль, который может вместить в себя такой контейнер. Ты его перетащил на свой корабль, отвез на станцию, опустил в лифт. И вот тогда оно у тебя зачтется. И так шесть раз подряд. Я лично считаю, что на этом задании ты потратишь намного больше времени, чем на первом. Просто пролететь на боевом хорошем корабле, всем люлей раздать и готово. И прыгать на следующее задание, на следующее, на следующее. И вот так шесть раз. Потому что либо ты летишь на боевом корабле, убиваешь всех, потом возвращаешься обратно, берешь грузовой корабль, берешь мультитул, везешь это все, времени больше тратишь. Мысль понятна, да? А если у вас есть какие-то тоже дополнения к тому, что я рассказываю, кто прошел это задание, напишите тоже комментарии. Для людей будет полезно. Все, первая фаза завершена. Фаза номер два тоже проходится шесть раз, тоже две вилки. Супер легко. Прям вот вообще легко. Вот супер. Здесь вы выполните буквально там за полчаса все задания. Супер классно, супер легко. Первая версия. Прилететь на точку и убить офицера. Офицер ходит на земле. Просто человечком. Не в здании где-то, не в разбитом корабле. Он просто прям вот, просто вот ходит. Прям вот подлетаешь к нему на корабле, нафиг его с корабля, просто в говно мешаешь и улетаешь. Рядом, ясное дело, тоже неписи, которые по тебе стрелять будут, но тебе на это почхать откровенно, потому что ты на корабле. Но иногда, если ты не быстро прилетел к этой точке, к нему на помощь прилетают несколько там, в среднем три-четыре корабля. Вот они, может быть, смотря на чем ты прилетел, может быть, доставят себе проблем. Но опять же, прилетел, прям резко завис над этим пилотом, ой, над офицером, его просто расстрелял и улетел. Вообще вот на раз-два делается. Вторая его цепочка, это прилететь к бункеру. Рядом с бункером несколько ботов стоит, их прям с корабля опять же всех перестрелял. А будьте аккуратны, по бокам бункеров тоже иногда ходят неписи, поэтому аккуратно, как бы, когда вы ходите с корабля. Подошли к этим неписям, облутали их, взяли пушки, там их патроны и так далее, спустились в бункер. И там в трех местах стоят по несколько ящиков, взрывоопасных ящиков. Ваша задача уничтожить эти ящики. Постреляли по первому ящику, с взрывной цепочкой он взорвал всю эту пачку. Как бы, вторая пачка, третья пачка. Постреляли, все взорвалось, готово. Поднялись наверх, улетели. Как бы, выбирайте сами, что из этих заданий выполнять. Шесть раз выполняем. Фаза номер три. Вот здесь прям в жопу можно надорвать. Задание дается на весь сервер. Да, весь сервер летит в одно место. Там порядка тридцати кораблей. Тридцати. Один из которых Идрис. Это здоровенный Кэпитал корабль. Ваша задача, либо убить офицера, который находится в рубке, либо взорвать весь Идрис нафиг. Ну, вы же убьете офицера, убьете, как бы, все очень просто. Я очень жестко, настоятельно советую выполнить это задание с кем-то из ваших там друзей, либо к нам в Дискорд зайти. У нас ребята периодически всю вот с первой фазы и до конца вместе с кем-нибудь все проходит. Эта фаза очень классная. Очень много пиу-пиу, взрывов и так далее. Особенно сейчас доступом полярисов торпедоносец. Прям торпеды летят, все взрывается там прям. Вообще все красиво. Мне рассказывали, в соло можно аккуратненько это задание тоже каким-то чудесным образом выполнить. Это взять мотоцикл, повесить на него баллистические пушки, подлететь к жопе Идриса, пострелять ему по этой аппарели, чтобы она открылась, залететь внутрь, пулеметы, автоматы, куча аптечек и так далее, пробиться через хириллион ботов в рубку и убить офицера. Вот тогда задание будет выполнено. Ну, либо взрывайте нафиг этот Идрис, если у вас корабли ваши позволяют. Три раза надо это сделать. А был такой небольшой момент, мне один человек рассказал, не знаю, пофиксили или нет. Человек взял задание на эту фазу в городе. Он туда не летел. Но когда убили Идрис, человеку засчиталось это задание. Очень интересно. Либо, скорее всего, может быть, это пофиксили, но обычно, как и во многих других заданиях, у тебя начало цепочки идет с того, что ты должен прилететь на место, где проходит бой. Даже на стартовом корабле ты туда прилетаешь. И если у тебя игроки на сервере не ящеры, то они так или иначе взорвут этот корабль, и ты как бы даже в соло сможешь выполнить это задание. Просто где-то там, вдалеке повисев от места боя. Но, опять же, эмоций ты от этого не получишь. Но, опять же, пройти можно соло. Итак, четвертая фаза. Вот здесь есть ряд жестких нюансов, на которых можно просрать все ваше время. Четвертая фаза. Мы готовимся прыгать в Pyro. Мы отпор дали, мы спасаем Стэнтон, мы хотим прыгать в Pyro. А нам надо будет таскать медикаменты, еду, всякие минералы и т.д. и т.п. Короче, мы экспедицию будем готовить, чтобы прыгнуть туда. Находится это все очень просто. Прям вот. Pyro Gateway. Оп. Вот сюда, вот на эту станцию, нам надо будет таскать ящики. Заданий несколько. Их разновидностей тоже несколько. Что нам надо таскать? Всегда три одинаковых. Разные задания, но всегда три одинаковых компонента, которые нам надо доставить. Там, к примеру, вот такие, вот такие, вот такие, вот такие, и вот такие. А как вы достанете эти компоненты? Дело ваше. Купили, кого-то ограбили, на каких-то заданиях нашли, кого-то отстреляли, с него все это содрали. Как бы дело ваше. Главное, в нужном количестве, которое здесь указано, привезти эти вещи на станцию Пайра и погрузить. Можно сделать все за один раз. По деньгам потребуется реально очень мало денег. Прямо вот честно, очень мало денег. Вот как бы можно, по сути, выполнить пару каких-нибудь заданий, весь твой стартовый капитал, его за уши хватит, за один пролет выполнить это задание. Опять же, один пролет на большом торговом корабле. Да-да-да. Потому что нам придется привезти порядка 360 ящиков, чтобы за раз выполнить. Ну, либо туда-сюда, туда-сюда летать, смотря у вас какой корабль. Вот здесь новички будут, правда, плакать. Вот честно, на Вройерном Мустанге по 6 ящиков таскать вообще с ума сойдешь. Здесь очень сильно советую, чтобы вы выполняли это задание командой. Потому что прямо сейчас и до выхода 4.0 все будут ломиться, пытаться достать компоненты, которые в этих заданиях указаны. Вот. Я рекомендую выполнять именно вот это задание. Тангстон, Титаниум и Коппер. Потому что все компоненты продаются. Тебе не надо лететь, копать руду, ее переплавлять. Тебе не надо выполнять тяжелые задания с шансом, что в каком-то из кораблей будет там нужный тебе компонент. Как бы некоторые компоненты очень долго пополняются. Буквально пару ящиков за полчаса. А тебе надо 20. И ты просто это один компонент на одно задание. Ты вообще долго будешь ждать. вот эти компоненты обычно продаются плюс-минус после обновления. Если что, обновление на станциях проходит порядка 15 минут. И обновляется сразу на 150, на 250 ящиков. То есть, тебе хватит сразу. Где искать, где это все продается? Тангстон и Титан продаются практически в одном и том же месте. Хотя мне попалось, что я купил если правильно помню Титан и Коппер или Тангстон и Коппер в одном месте. Где это все можно найти? Я нашел один хороший сайт, который у нас торгаши используют. Ссылка на него будет внизу в описании. Вот. Выбран Титанию. Где продается Arcorp Hirsten Microtech и название самой станции. Пролетаете туда, садитесь на ПАД. Там есть рядом грузовой лифт. Как бы пошли, закупили, готово. Вам надо купить Титан. А вот, ну ладно, Тангстон. Вот где он продается. То же самое с Коппером. Вот где он продается. Прилетели, закупили, красавцы, молодцы. Как закупать? Закупать очень просто. Ну, ползунок перетащили как бы и так далее. Но у нас есть выбор в какими ящиками мы будем закупать. Я жестко советую успеть на выставке взять себе какой-то грузовой корабль и брать каждого компонента 120 ящиков. Самый лучший вариант 6 по 16 и 6 по 4. Почему именно так? Во-первых, легче всего таскать. мультитул даже одноручный с трактор бимом позволяет таскать ящики 16 СЦУ и ниже. В двуручном качестве это будет быстрее, но все же. И вот эти задания каждый из компонентов просит максимум до 20. 6, 19, 7, 6, 11, 13, как бы 11, 9, 6, до 20. То есть, чтобы не париться, не высчитывать там, ага, мне надо 6, так, ладно, 6 ящиков, там, 3 по 2, там, не знаю, и так далее, там, нафиг не надо. Вот, просто кидаем нафиг 20 и готово. Как это делается? Прилетели, закупили ящики, загрузили на примерно вот такой вот лифт, подошли сюда, вкоп, ясное дело, он должен быть опущенный всегда, запоминайте этот момент, и вот здесь будут показаны ваши ящики, которые вам будут нужны, к примеру, вот у нас контейнеры, мне надо 16 ящиков, первый перетащил, потом на 4, перетащил, вот первый компонент, второй компонент, третий компонент, подняли наверх, и вот здесь, ребята, есть маленький нюанс, когда вы прилетаете, и у вас гараж открытый, уже на пайро, уже на пайро, не дай бог, у кого-то из вас в команде, либо у вас лично, было взято это задание, контракты, отцептат, должно быть пусто, потому что, в чем прикол, нам надо, к примеру, 6 ящиков танкстона, мы привезли ящик на 16, нам надо 6, нам 10 не вернут, мы привезем 5, чувак, довези еще один, мы привезли 10, 16, тысячу ящиков, у нас заберут все, именно по танкстону, для примера, мы привезли, опять же, один ящик на 16 копера, у нас все заберут, мы привезли все, что нам надо, все 360 ящиков, запихали их сюда в лифт, у кого-то из вашей команды или у вас лично было взято это задание, вам задание засчитают одно, и все ваши ящики уйдут, запомнили, это вас спасет, очень жестко, отменили задание, если что, кнопка абандон, вот слева здесь она находится, отменили это задание, все классно, привезли ящики с корабля, запихали сюда, как бы все, опустили лифт, как я показывал, кнопка, вот опустили, все, на Pyro Gateway ваши ящики в хранилище, открываем задание, контракты, офферы, ищем здесь как раз таки приорити, и просто каждые 2-3 минуты эти задания меняются, привезти вот это, привезти вот это, привезти вот это, хопа, привезти вот это, оп, Tungsten Copper Titan, берем это задание, смотрим, сколько ящиков нам надо, как я говорил, вы можете выбирать больше, чем здесь, либо, чтобы не париться, просто 1 на 16, 1 на 4, опять же, смотря, какие ящики вы привозили, это уже, ребята, дело ваше, не меньше, но больше можно, но ясное дело, не все закидывайте, так, выбрали, там, не знаю, к примеру, там, 16, 16, 16, это же больше, чем это число, все супер, как бы, как это делать, я вам только что показал, выбрали нужные вам ящики, вот, 16, 16, 16, подняли наверх, окей, сразу, нажали, опустить вниз, вылазит большое окно, как бы, мы забираем все эти ящики, там, чтобы это задание выполнилось, нажимаете подтвердить, все, лифт уезжает вниз, задание выполнено, супер, а здесь есть такой классный, жесткий лайфхак, командная игра, один игрок полетел на одну точку, второй на вторую, третий на третью, там, и так далее, вот, на каждого из вас, каждого компонента, надо 120 ящиков, напоминаю, вот, если у вас большие корабли, ага, у этого на точке появился копер, там, не знаю, 240 ящиков, он их все забирает, начинает грузить, как бы, уже на два человека, один компонент у него закрытый, вы его так сорганизовались, прилетели каждый в свой ангар, на пайра, гэтвей, напоминаю, каждый загрузил это, все, что он навез в свой карго, запихнул, окей, я должен выполнить это задание, у тебя есть копер, ты подошел, вот здесь вот, 120 ящиков, выставил, поднял это наверх, я подошел, опустил ящик, это пошло в мое хранилище, а вот у тебя есть титан, 120 ящиков, выбрал, поднял, я вниз опустил, готово, а у меня как раз есть танкстон, я 120 поднял, ты опустил, еще раз 120 поднял, ты опустил, вуаля, ну и он тоже перекинул первому, как бы все, у нас у каждого, по 120 ящиков, каждого, мы расходимся по своим заданиям, ой, по своим ангарам, ловим это задание на вот эти три компонента, вытаскиваем, 20, 20, 20, подняли, опустили, задание выполнено, постояли, подождали, второе, и так шесть раз, напомню, в журнале, в самом низу, стендон, мишен, статус, вот ваш статус, когда вы выполнили это задание, у вас появляется вот такая вот надпись, как бы, что пушки были вам добавлены, и на сайте игры, в ангаре, вы увидите эти пушки, и они сразу же, при перезапуске игры, будут вам доступны, напомню, за их прохождение, за прохождение стентона, получаете эти пушки, за пайра, что-то там другое получим, скорее всего, корабль, если выполнили и стентон, и пайра, мы получим уникальные скины, поэтому пока сейчас, бесплатный доступ в игру, халявные корабли, вы очень легко, можете выполнить эти задания, и опять же, лучше выполнять это командой, поэтому заходите в дискорд, ссылка внизу указана, у нас люди периодически собираются, и большой толпой начинают просто вот, с первого и до последнего, всем выполнять эти задачи, вот, тем более сейчас, на четвертой фазе, реально тяжело успеть выцепить, в продаже, вот эти вот вещи, которые я вам сейчас показывал, поэтому здесь уже, как говорится, дело такого небольшого везения, но когда команда, разлетелась по разным, разным точкам, подождали кулдаун, если что, 15 минут, как бы, восстановление хранилища, на какой-либо из точек, где продают, что-либо, и там, закупили, 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 все, разом, свезли, вуаля, готово, ну что ж, надеюсь, мои лайфхаки, и такие вещи, особенно на тему, как не просрать все ящики, и ваше время, для вас это было полезно, те, кто уже прошел эти задачи, если вам есть что добавить, напишите, это реально тоже будет полезно, поэтому комментарии тоже, ребята, чекайте, вдруг что-то еще увидите, вот, ну и увидимся в дискорде, все ссылки внизу в описании, и ссылки, конечно же, на вот эти вот сайты, тоже, 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 тоже все в описании, все, ребята, лайки, подписки, увидимся, пока-пока,